Чемпионат России по борьбе среди женщин возвращается в Бурятию спустя 8 лет. Два дня девушки будут сражаться за возможность попасть в основной состав сборной России. В субботу телеканал Оригус проведет прямую трансляцию финалов весовых категорий. Почему эти соревнования нельзя пропустить, расскажет Сергей Смоленинов. Улан-Удэ главный женский турнир страны по борьбе принимают уже в третий раз. В 2008 и 2011 годах на местных коврах выступали будущие призеры и победители Олимпийских игр. Здесь же тогда зажглась звезда Ирины Алагоновой и Любови Волосовой. Как знать, может и сейчас свой путь начнет будущая чемпионка. Желтые, ниже два шарика, это ведущий к вам разводец. И остальные в таких вот оранжевых шариках. Но пока девушки готовятся, тренеры обсудили тонкости турнира и провели жеребьевку. Нашу республику представят 20 спортсменок. Основные надежды связывают с Ириной Алагоновой и с Тальвирой Оршуш. Однако выстрелить может любая. Главная звезда турнира – олимпийская чемпионка Наталья Воробьева. Это спорт, поэтому сказать, что он сегодня лидер, а завтра нет, трудно сказать. Как любит нас говорить, ковер покажет. Почему было отдано предпочтение проведения данного чемпионата в Бурятии? На сегодняшний день это один из ведущих регионов по подготовке кандидата в сборную команду России по вольной борьбе среди женщин. Завтра в 11 утра начнутся первые схватки. На турнир приехали 136 человек из 30 регионов. Организаторы отмечают – это самый массовый турнир за последние годы. За победу спортсменка получит 100 тысяч рублей. Но главное не это. На кону путевки на чемпионат Европы и вторые европейские игры. Не за горами Олимпиада в Токио. А значит, болельщиков ждет нешуточный накал противостояний. Ну а для тех, кто не сможет попасть на трибуны, телекомпания «Аригус» проведет прямую трансляцию финальных поединков в субботу в 16.00. Утром специалисты-кинологи проверили ФСК. Сейчас техническая группа занимается подготовкой к церемонии открытия. А уже завтра на эти два ковра выйдут бориться со всей Россией, чтобы выявить лучшую в 10 весовых категориях. Сергей Смолинин, Борис Бальчинов, телекомпания «Аригус».